Карта МТС Weekend. Кэшбэк рублями за каждую покупку. 5% на такси и каршеринг, в кафе и ресторанах, в супермаркетах с подпиской МТС Premium. Бесплатное открытие и доставка, бесплатное обслуживание, бесплатное снятие наличных в любых банкоматах. Оформите свою суперкарту по ссылке в описании. Привет, с вами Вилсоком. Давно мы не заглядывали в мир Sony и в стан PlayStation, конторы пи***в. А тем временем там много интересного происходит. Как минимум, они выпускают свои эксклюзивы на ПК. Ну, недавно The Last of Us прибыл, понимаешь, на Glorious платформу. До этого там God of War и прочее-прочее. На самом деле, они уже не первый год этим занимаются. И старые, так скажем, первые части своих крутых эксклюзивов выбрасывают на ПК. Вот тебе Spider-Man. Но при этом, как бы, заманивают тебя в мир PlayStation. Потому что вторая часть прямо здесь и сейчас выходит только на PS5, например. И, ну, это нормальная, на самом деле, бизнесовая стратегия. Тем временем, они зачем-то поломали к хренам не только российский PlayStation Network, но еще и прицепом, допустим, Казахстан прилетел, который страдает вообще непонятно из-за чего. А потому что Sony пофигу. Абсолютно наплевательское отношение на всех пользователей. Причем это относится не только к странам, там, условного СНГ, но и Европе тоже самое. Например, почему-то Эстония должна покупать в магазине Финляндии. В общем, только японцам понятно, как это, блин, работает. Тем временем, кроме PS5 и аксессуаров уровня обновленной DualSense и свежеанонсированный Pro-контроллер приятный, Sony выпускает еще и вот такие вот аксессуары, как, например, наушники беспроводные приятные, настолько классные, что они покрылись вековой пылью, потому что я ими не пользовался никогда. Но тут, откуда не ждали, пришла вот какая информация. Sony делает свои аксессуары, в том числе для ПК, и называется это все правильно InZone. Например, вот такие крутейшие наушники H9 с шумодавом, которые, кроме как PlayStation, ты можешь подключить к ПК. Величие. Шумодав активный, приятные штуки, классные наушники. Мы все тут на студии кайфанули, у нас на сайте есть обзор. Но сегодня мы поговорим про еще более интересную штуку, потому что на самом деле, оказалось, найти классный монитор непосредственно для PlayStation, это проблема. Я хочу играть в части FIFA 23, да? И я не хочу это делать на телевизоре, потому что мне удобнее на рабочем столе. Здесь на студии я себе организовал телевизор LG, классный OLED, 120 Гц, очень нравится картинка. Диагональ у него причем 48 дюймов, это такое современное решение. Не огромный телевизор, а тот, что вот можно на столе разместить и не страдать. Но, когда встал вопрос выбора монитора, а домой я хочу себе именно монитор, я обломался, потому что у меня не так много требований, понимаешь? Я хочу что? Я хочу, чтобы 27 дюймов плюс-минус, чтобы трушное 4К, а не вот это 1440p, и хочу колоночки, чтобы звук был, понимаешь? Я зашел на Яндекс.Маркет, фильтры ввел, и вообще осталось хрен да ни хрена. Купил в итоге Acer Predator за 80 тысяч рублей, и он работает отвратительно, потому что в режиме SDR это супер бледная мразь. В режиме HDR я выжег себе глаза, настроить никак картинку не получается, и это ужасно. Я думаю, что просто этот монитор создан для ПК в первую очередь, понимаешь? То есть, если подключить его по дисплей-порту, я уверен, что все будет хорошо, но мне нужно подключить по HDMI 2.1, желательно, свою PS5. И вот тут мы приходим к Inzone M9, 27-дюймовый монитор PlayStation, созданный как для непосредственно PS5, так и для замечательного ПК. Зашли, Женя. Вот она коробочка. Кстати, для 27-дюймового монитора очень и очень небольшая коробка, и мы с вами сегодня его распакуем и заценим. Я надеюсь, что я кайфанул, но я не уверен, поэтому заварить, что-нибудь вкусненького, поесть, попить, и мы начинаем. Поехали. Этот монитор приехал к нам из славного Китая. Тут у него всякие стикеры соответствующие, но вообще он сделан в Китае. Правда, в коробке есть пробитие, и у меня вообще есть сомнения по поводу целостности упаковки. Но давайте сразу сходу. Этот монитор стоит 900 долларов. Есть еще его младший брат с Full HD под названием M3. Мы про него даже не вспоминаем. Какой нахрен Full HD монитор вообще в 2022 году? Вы что, с ума сошли? И, конечно, 900 баксов это дорого. Это, блин, там в два раза дороже, чем сама PS5 стоит, понимаешь? Но, если мы еще раз окунаемся в мир вот этих 4К-мониторов, ценники там приличные. Ну и, конечно же, в России прямо сейчас вы можете добыть его за сколько? Правильно, 900 долларов превращаются в 90 тысяч рублей. Примерно такие объявления вы можете найти в интернете. И, конечно, за эти деньги это все равно интересный продукт. Вот в чем дело, что альтернатив-то не так много, понимаешь? Так, чтобы создано для PlayStation. А тут еще и дизайн PlayStation. Ничего себе. Вот это счастье. Вот мы с вами сейчас и узнаем, насколько оно велико. Это транспортировочная коробка. А, нет. Это вообще коробка, понял? То есть никакой транспортировки, ничего. Прямо сразу. В духе, опять же, PlayStation. Вот ребята из Sony особо не парятся. Просто тяп-ляп и что-то сделали. Спасибо за то, что вы есть. Кстати, монитор Predator был сразу с собранной ножкой. И я тогда очень сильно кайфанул от того, что мне не нужно тут никакие винты крутить, ничего собирать. А в случае с Sony, как будто качество и уровень продукта, конечно, пониже будет. Смотри-ка. У нас произошло разрушение пенопласта. Представляешь, как его помотало судьбой, что тут аж пенопласт похерился. Вот это дела. Инструкция по сборке. И сам монитор. Опа. Блин, ну вообще какой-то весь частями приехал. Ножку-то скотчем примотали. Неприятные вы люди. Всё. Ещё больше в коробке. Нету. Вот такой вот набор ништяков. Значит, стран... А, твою мать. Понятно. Китайское питание. Блок. Ножка. Ещё ножка. И сам монитор. В целом, годится. Но жалко, что оно всё какое-то... Депремиальное, что ли. Не то, чтобы у меня к PS5 какие-то особые требования. Но как будто, когда ты покупаешь такой монитор, хочется как-то понаряднее. В Sony не парятся. Но так и упаковка это важно. Но не самое важное. Давайте его соберём и посмотрим, как он в жизни-то выглядит. Вот я... Не разочарю меня, мразь. Потому что хочется играть на хорошем мониторе в FIFA 23. Вот что хочется. Ну, скажи, что это не стиль. Ты посмотри, какое величие. Сразу дух PlayStation чувствуется. Вот эта шляпа крутится и ездит по вертикали. Ещё и вот так вот. То есть можешь опустить вниз и смотреть. Ну и, конечно же, матовая поверхность. Обратите внимание, что, конечно, говорит нам о некой премиальности. 4К, 144 Гц, 1 мс, IPS, HDMI 2.1, поддержка NVIDIA G-Sync, покрытие там чего-то, дисплей HDR 600. Ну, слушай, хорошо. За свои 900 баксов в реальном мире это классный монитор. За 95 тысяч рублей всё равно классный монитор. Пока что. Но теперь надо его включить. Вот так вот делаешь. Оттан, распакованно. Ну, что я хочу вам сказать. Ровно то, что я ожидал увидеть. Очевидно, этот монитор откалиброван под PlayStation 5. У него нормальная яркость, нормальная цветопередача, адекватная. Не выжигает мне глаза. Да, просто, блин, жалко, я забыл его взять, этот Predator, вы бы охренели от того, насколько всрато там выглядит режим HDR. Здесь же у нас с вами кнопка питания и джойстик управления, который на японском всё, да, надо перевести. Но, тем менее, всё организовано логично. Влево-вправо вы настраиваете громкость. Вверх-вниз режим Mute. Здесь есть встроенные динамики. За что инженерам спасибо огромное. Ну, и, собственно, прямо сейчас нам надо перейти в меню и как-то попробовать выбрать английский язык хотя бы. Хорошо, что у нас есть для этого Google-переводчик, который позволяет это всё сделать. Значит, игровой помощник, режим изображения, язык. Ха! Ха-ха-ха-ха! Спасибо. Вот даже русский есть. Охренительно. Всё. Всё стало сильно проще. А то я думал, что там только китайский и японский. Ну, вот. Вот что я ждал. HDMI 1, 4K, 60 Гц, HDR 10 включён. Кайф. При этом у нас с вами есть режим выбора выходов. Значит, смотрите. Два HDMI, дисплейпорт классический. USB-C, он же дисплейпорт. Вы можете ещё включить автовыбор. Короче, настроек достаточно много. Вы можете тут поиграться со всякими штуками. Но мне очень нравится, что просто сходу без каких-либо заморочек у меня всё завелось. И очень круто, что органайзер проводов сделан через ножку. Немножко геморрой это всё втыкать. Но главное, что это всё работает как положено. Ну и сразу залетаешь в FIFA 23 и кайфуешь от картиночки. В этом моменте я хочу, во-первых, сказать спасибо ребятам из BigGeek, которые добыли нам этот монитор. Ссылочка на них тоже будет в описании. Если вам нужны всякие такие странные вещи, это можете к ним смело обращаться. Ну и, конечно, хочется похвастаться своим сквадом в Division Rivals. Играю Ultimate Team. Вся Барселона. Ребята, которые играли в Барселоне. Тут те и Маскерана. Единственное, что Мостовой легенда Спартака непосредственно раздаёт иногда всяким чувакам по щам. И давайте матчик, что ли, я для вас сыграю. Сейчас быстренько нарезочку сделаем, как я доминирую, уничтожаю в пятом дивизионе. Вот такая у нас золотая форма непосредственно Барселоны. И сразу хочу вам сказать, что картинка действительно нравится. Ну а динамики скорее технические. Потому что, очевидно, по логике инженеров Sony, для погружения вы должны использовать как раз беспроводную гарнитуру с шумодавом. Вот это всё красиво. А здесь так, чтобы что-то играло. Но мне, кстати, более чем подходит. Я вот себе комментаторов там включил. Удары по мячику слышно и ништяк. Ну погнали. Размотаю тебя. Давайте, ребятушки. Фрэнки Де Йонки, Серхио Бускец уничтожают всех на своём пути. Пошёл нахрен. Не было там пенальти? Ты чё, в мяч было сыграно? Алло. Слышь, ты поклатое чудовище. Терштегин, смотри, сейчас угадывает. Налево бьёт и мы отбиваем, смотри. Опа, пошёл. Чё за хуйня? Собрались. Куда ты делаешь страшные вещи? Что ты за человек? Пацаны хуйня такие медленные. Собрались, побежали. Так, давайте только без привозов и пенальти, пожалуйста. Сука, да чё за хуйня? Ну ах ты, пи***ь, блядь. Я не понимаю, как эта игра работает. Иногда просто всех выносишь направо и налево. Иногда сидишь и не выносишь никого. И ни направо, ни налево. Да, блядь, ну ты чё, долбёб, блядь. Ты вообще пасту туда давал, дебил. Как хуйня ты играешь, Ливандовский. Как ты не за хуйня? Давайте как-нибудь в атаку выйдем по-человечески. Всё это напоминает вчера классика с Барселоной. Вот в чём дело. Вот, 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 вот такие хочется видеть. Ну чё ты такой медленный-то, еб***ь, ты пи***ц. Ну и смотри, контр-атака, контр-атака, блядь. Он туда и побежал. Рафинья, блядь, Рафинья. Вот такую сделай. Пупсик мой, молодец. 1-1. Неплохо, неплохо. Но педрить снова, блядь, проёбщики бестолковые, блядь. Да, блядь, да хуйня в ноги ты ему паз даёшь. Блядь, ты, блядь, трёшься-то не там, где надо. Ты должен, блядь, где стоять, блядь, ты, Барылый. В атаке, блядь. Я вчера бегал, Венисиус бежит и Рафинья бежит. Какой-то сыграли, ну давай ещё, ещё, ещё раз и всё, ещё пи***ц. Вот, и пуёль забегает. Почему опять пуёль забегает, а вы все где-то в жопе, блядь, трётесь? Вы чё? Опа, ни хуйня мостовой сходу просто зашёл и уничтожил. Я, мать, Ливандовский, говна ты кусок. Вот он, блядь, царь, блядь, воплоти, смотри, Hypermotion 2. Вот так вот принял и просто шведой туда его хлобыз... Ну хорошо, не шведой, ладно, как-то пробил. Просто уничтожение, вот чё мы ждали. Сейчас тебе буду разрывать вообще в клочья. Ты играть-то не умеешь, ни хрена. Тем временем тут опасные атаки, возможно... Да, блядь, ты, блядь, опять сфалил-то, неприятный человек. Давай, налево. Чувствуй. Блядь, по центру. Всё, пацаны, одна добавленная минута. Вот левым флангом мы чё-то не атаковали в этом матче. Давай, блядь. Ну, почти выиграл. Ха-ха-ха-ха. Сейчас вам расскажу премудрости съёмки видосов. Значит, нам надо, чтобы его включить, тут переставить всё. И чтобы два раза это не делать, мы вывод запишем, когда я его даже не включал. Значит, два вывода. Первый. Охрененный монитор. Просто свои даже 90 тысяч рублей он стоит. Вообще пушка. Ну, то есть, бегать за ним, конечно, не надо, если прям вот только очень не хочется. Но если вдруг вам где-то подвернётся, да ещё и по приятной цене, классно выглядит в тандеме. Один дизайн-код очень нравится. К ПК, ну, наверное, проще взять какой-нибудь Asus ROG. Или Predator тот же. Там можно классно играться, и там свои приколы. Но как кайфовый монитор для PlayStation вообще ван лав. То есть, и картинка понравилась, и всё нативно понятно. Всё это женится с PlayStation в восторг. Тут есть DisplayPort, но мы даже не будем подключать его к ПК, потому что я для себя брал этот монитор исключительно к PlayStation. Так что я кайфанул. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И совсем скоро увидимся. Пока. И сразу вторая версия. Блин, ну, конечно, огорчил, огорчил. То есть, я думал, что за эти деньги, ну, даже хрен с ним 90 тысяч рублей, 900 баксов, этот монитор должен был как-то ещё кайфовее выглядеть. И очень странная политика PlayStation в смысле того, что это продукты в том числе для ПК. Для ПК это, ну, странный дизайн. Он не самый топовый в классе. Он при этом всё-таки стоит денег, потому что Sony бренд, PlayStation бренд. Ну, и вот все эти нюансы приводят нас к мысли, что я бы не рекомендовал такую штуку брать даже за 900 баксов, не говоря про 90-95 тысяч рублей. Бегать за ним смысла нет. Ну, а младшая версия M3 – это вообще мусор. Full HD даже за 500 баксов. Плюс это никуда не годится. У тебя 4К-консоль, и ты подключаешь к ней Full HD монитор. Что с тобой не так? Вот такая вот история, друзья. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ставьте лайки в любом случае. И совсем скоро увидимся. А теперь трушный финал. На самом деле, на опыте, друзья мои, вот первый финал был правдивый, потому что действительно классный монитор. Вот ровно то, что я от него ожидал. Дорого ли? Ну, с учетом всех ситуаций, 90 тысяч – это, конечно, дороговато. Можно купить и телек за эти деньги приятные и прочие радости. Но если вы хотите вот что-то такое, то лучше на рынке, я думаю, что просто нет. Вот просто как надо. Мне еще нравится, что это действительно один дизайн-код, все симпатично. Просто у тебя место топового игрока в PlayStation. Вот это вот счастье. И еще я куплю себе холодильник от Xbox. И буду наслаждаться играми в полный рост. Ждем новую Call of Duty, ждем God of War, ждем все эти радости. А вам всего самого классного. Пока.